МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытки, блокноты, цветы, символические подарки на память о первом участии в выборах вручают на избирательных участках в Барановическом районе. Ежеводно 10 сентября во всем мире проходит день борьбы с суицидами. Ответственность, усердие и огромное желание заниматься творчеством и полезными делами объединяет членов Барановической районной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». За три дня в досрочном голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва приняли участие 16,7% избирателей от общественного числа, включенных в списки. Такие данные опубликованы сегодня на сайте Центра избиркома. Активнее всего своим правом отдать голос досрочно пользуются жители Гомельской области, где проголосовало 19% электората. Что касается нашего города, то по Барановическому западному избирательному округу номер 5 проголосовало 11,3% избирателей. По Барановическому восточному избирательному округу номер 6 почти 12%. Досрочное голосование продолжится до 19 часов 10 сентября. Проголосовать предварительно могут избиратели, которые в основном в день выборов не могут находиться по месту жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности перейти и проголосовать в день выборов не требуется. Выборы, конечно, это важное политическое событие для всей страны. Как правило, люди, которые идут голосовать, выполняют свой гражданский долг и тем самым не остаются равнодушны, наблюдая в стороне за происходящим. Но есть люди, для которых выборы – это волнительные события, и это не только кандидаты в депутаты, это молодежь, которая впервые приходит на избирательные участки. В этом году в Барановическом районе 174 девушек и юношей впервые примут участие в важном событии республиканского масштаба. Каждый сельский исполнительный комитет подготовил для них символические подарки. В нашем избирательном участке 15 населенных пунктов. Количество избирателей нашего участка составляет 1763 человека. Выборы проходят активно. Даже очень хорошо, что у нас задействована молодежь и вновь голосующие, которые в этом году первый раз приходят голосовать. И мы им даже вручаем такие замечательные сувениры, подарки, чтобы у них оставалось хорошее впечатление от первых их выборов. Кристине Березовской совсем недавно исполнилось 18. 28 августа. Учащаяся колледжа сферы обслуживания приехала к родителям по месту жительства, чтобы выполнить свой гражданский долг. Евгении Трояновской ниоткуда ехать не пришлось. Девушка живет в Столовичах, работает в Барановическом райпо. Совершеннолетие отметила весной в марте. Очень сильно волновалась, потому что это первый раз. Буду продолжать ходить, голосовать, когда будут выборы. Впечатления были очень незабываемые. Я, наверное, запомню уже на всю жизнь. Эти первые выборы были очень волнительные. Мне до сих пор трясутся руки. Было очень приятно получить маленькие презенты, которые останутся. По Барановическому сельскому избирательному округу номер 7 зарегистрировано три кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Сергей Веренич, Татьяна Малащенко и Леонид Цуприк. На избирательных участках идет спокойное голосование в основной день выборов. На каждом из них по доброй традиции творческие коллективы района подготовят концерты, будут работать буфеты с реализацией продукции и с минимальной торговой наценкой. Ну а те, кто не сможет по ряду личных причин прийти на участки 11 сентября, могут это сделать раньше, в период досрочного голосования, которое продлится до 10 числа включительно. Избирательная гонка за место в Палате представителей Национального собрания Республики Шестого созыва в самом разгаре. Не осталось в стороне отважного политического события и Барановическая городская организация Белорусского Союза Женщин, от которой на выборах в качестве наблюдателей представлено 37 человек. Кроме того, объединением были изготовлены агитационные плакаты, призывающие граждан пройти на участок и сделать свой выбор. Ежегодно 10 сентября во всем мире проходит день борьбы с суицидами. К сожалению, в нашей стране от самоубийства умирают чаще, чем от дорожно-транспортных происшествий и пожаров вместе взятых. Суицид с годами молодеет. Что толкает людей к такому страшному шагу, как сведение счета в жизни? Проблемы в личных отношениях? Материальные трудности? Страх перед будущим? Безответная любовь? Наверное, причины каждого случая нужно рассматривать отдельно. Но есть несколько моментов, которые присутствуют, наверное, почти в каждом случае. Отсутствие рядом человека, который смог бы вовремя выслушать, понять. Как предотвратить попытку суицида? Как распознать его появление? В интервью врача-психиатра Барановичско-психоневрологического диспансера Ольги Давыдовской. На сегодняшний день не хотелось бы говорить о реальных цифрах, событиях или фактах о совершении суицидального акта, а хотелось бы поговорить все-таки о мерах, которые может принять обычный человек для того, чтобы не допустить такого фатального акта. Какие факторы риска могут приводить к суицидальному поведению? Во-первых, это наличие психических расстройств, такие как депрессия, шизофрения, расстройство личности, также алкоголизм, наркомания. Наличие в прошлом суицидальных актов также повышает риск совершения суицидов в текущий год. Также наличие тяжелого физического расстройства, которое предполагает тяжелые физические мучения, экстремальные и маргинальные условия жизни, одиночество, тюремное заключение, утрата семьи, потеря близкого человека и другие травмирующие факторы. Также отягощает ситуацию то, что может быть отсутствие близкого друга, отсутствие крепких семейных отношений, а также завышенная либо заниженная самооценка. Во-вторых, существуют достоверные признаки суицидального акта готовящегося. То есть, если близкий человек заметил в своем окружении такие симптомы, как умиротворение, которое наступило после контрастирующего депрессивного состояния, человек стал спокойный, тихий. Это говорит о том, что он принял решение о совершении суицида. Бессонница, которая наступает после наступления умиротворения. Человек благодарит различных людей, оказавших ему помощь на разных этапах жизни. Опять же, этот признак важен тогда, если ранее человеку это не было свойственно. Также письменные или словесные указания, намеки, разговоры, например, об одном знакомом и так далее. Особенно эти разговоры характерны для подростков. В обществе распространено немало мифов о самоубийстве, ничего общего не имеющих с реальностью. И опасны не тем, что существенно затрудняют адекватную оценку сложности ситуации и тяжести процессов, происходящих в психике человека. Одним из мифов является то, что если человек говорит о суициде, то он никогда этого не сделает. Учёными было доказано, что на самом деле это очень опасное заблуждение. Так как в 80% случаев человек, начинающий говорить о суициде, в скором времени всё-таки придёт к тому, что выполнит свой акт. Так как суицид — это процесс не одномоментный. Он проходит ряд стадий от замыслов к намерениям и только потом к реализации данных действий. Всё это занимает некий промежуток времени. Это мы говорим об истинных суицидах. Но зачастую, особенно в подростковом возрасте, бывают демонстративные суициды. Демонстративный акт, который производит подросток с целью наказать ближних или проявляет себя как обида на кого-то, может завершиться, скажем так, успехом. Если тот зритель, для которого был устроен этот театр, может задержаться где-то в пробке, с соседями поговорить, просто вовремя не прийти и не оказать помощь. Истинная причина самоубийств — это не желание прекращения самой жизни, о желании прекращения боли, которая возникла в этой жизни. Желание прекращения невыносимой ситуации, способ которого видится человеку только в прекращении самого существования. Из этого следует вывод, что истинным мотивом любого самоубийства является крик о помощи. Человек посылает посыл. «Помогите мне», «Обратите на меня внимание», «Мне очень плохо». Вся информация размещена на нашем сайте, а также вы можете получить информацию в фойе барановического психоневрологического диспансера. Будьте добры и внимательны к своим близким, кто одинок, кто находится в беде, и чья-то спасённая жизнь будет вам наградой. Уважаемые телезрители, 11 сентября приглашаем вас принять участие в городской акции «От сердца к сердцу». Акция проводится с целью пополнения библиотек для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Акция направлена на приобщение детей к книге и чтению. Подаренные книги могут быть разнообразными. Книжки, игрушки, интерактивные книги, сказки, сборники стихов, рассказы, повести, научно-познавательная литература, энциклопедии, словари, справочники, книги белорусских и зарубежных писателей, классиков. Собранные книги будут переданы в ГСПУ социально-педагогический центр и Центр коррекции развитывающего обучения и реабилитации. В рамках акции у любого желающего есть возможность сделать книжное пожертвование в одну из библиотек учреждения образования. Просим переносить книги на избирательные участки в библиотеке учреждений образования. Подарите радость детям. В Барановичах в актовом зале первой музыкальной школы прошло отчетное собрание Барановичской районной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Подробнее о вопросах, рассмотренных на встрече, в нашем следующем сюжете. В районной организации общественного объединения «Белтиз» проводится много различных интеллектуально-познавательных игр и конкурсов. Все эти люди посещают клуб «Новый взгляд», собрание которого проходит на базе территориального центра социального обслуживания населения. «Новый взгляд» помогает не только разнообразить жизнь людей, но и сделать ее более активной и интересной. «Приехала из города Караганды. У меня вид на жительство. Живу здесь уже 4 года с мужем. Поступила в наше общество, вступила. Хожу на хор, работаю секретарем-бухгалтером. Как сказать, все мне нравится, потому что я позитивная, активная. Когда я ехала с Караганды, я боялась, а вдруг не смогу себе друзей найти. Но, увы, оказалось, очень все хорошо. В нашей организации 384 человека, инвалидов по зрению. Работаем мы за счет спонсорских средств, пишем письма. Где-то нам отказывают, где-то нам дают чего-то. Ну, что еще я могу сказать? Ну, в общем, мне очень нравится. Барановичская районная организация общественного объединения «Белтис» большая, но из почти 500 человек есть те, кто постоянно участвует в мероприятиях. Встречи, концерты, художественные самодеятельности, да и любые другие мероприятия важная часть жизни инвалидов. Организация помогает как? Не дает скучать. А мы люди такие, вы знаете, как говорится, с ограниченными возможностями. Ну, приезжаем, самодеятельностью занимаемся, ездим вот на смотры в область, в Брест. И здесь какие-то проводятся мероприятия. Вот так помогают людям, которые, как сказать, по случаю своей недуга, болезни, ну, чем-то заняты, чем-то, как говорится, жизни радоваться лучше. Как бы не так одиноко чувствовать себя. Вот я так сказал бы. Барановическая организация самая большая в Брестской области. Она насчитывает 390 представителей из города и 100 из района. Существует она за счет спонсорской помощи. Благодаря поддержке неравнодушных людей и городских организаций проблемы инвалидов по зрению сегодня находят свое решение. Конечно, многое необходимо еще сделать, но то, что эти люди не одиноки в нашем обществе уже достижения. У нас есть гуманитарная помощь, вот нам выделяет храм, потом благотворительную, я уже говорила, кто-то деньгами, кто-то... Вот сегодня молочка нам выдала, мы будем после собрания выдавать людям молочную продукцию. вот, ну, так, часы закупаем, выдаем нуждающимся. Жизни всегда преподносит приятные сюрпризы, чаще трудности и испытания. Но, пожалуй, эти люди готовы к ним больше, чем многие здоровые. Они умеют радоваться вниманию, общению, пусть даже небольшой поддержке окружающих. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует 24 сентября в Брестской области. Осенние распродажи сельхозхозяйственной продукции пройдут в Бресте и во всех районных центрах и продлятся до ноября. Планируется, что в течение этого периода в регионе состоится более 130 ярмарок. Ежедневная выездная торговля, в том числе с машин, будет организована на 127 площадках. Помимо действующих рынков, местные администрации определили дополнительно еще 95 торговых площадок для реализации сельхозпроизводителями выращенной продукции без взимания платы за место. Открытые торговые площадки появятся в жилых микрорайонах у крупных магазинах, на парковочных автостоянках. Кроме того, выращенные в Брестской области урожаи смогут оценить жители белорусской столицы. На площадке у комплекса Чижовка-Арена. 17-18 сентября свою продукцию предоставят сельхозпроизводители и кооператоры крупноперерабатывающие предприятия области. Будет обеспечено художественное оформление торговых павильонов. Готовится культурная программа. Осенние распродажи сельхозпродукции традиционно пользуются большой популярностью у городских жителей. Так, в прошлом году в Брестской области 2400 тонн картофеля, 527 тонн капусты, 268 тонн моркови. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания.